У нас три игры. Первая Сан-Марина. Готовимся к ней. Сейчас думаем о ней, поэтому будем наигрывать какие-то схемы, то, что скажет главный тренер. А так, настрой только на победу, конечно. Ну, а Сан-Марина понятно. А что на Австрию? Ну, после Сан-Марина уже будет Австрия. Я говорю, нужно как-то поэтапно. Сначала у нас Сан-Марина, поэтому... Австрия – это уже календарная официальная игра. Естественно, там на выезде будет... Не будет просто, но, опять же, равнодушных у нас нету. Мы будем ехать и стараться играть только на положительный результат. А после матча с Сан-Мариной Австрией, матч с Турцией уже не будет каким-то, ну, скажем так, второстепенным, если можно так назвать? Ну, как? Нет. Это национальная сборная. Каждый матч интересен и важен для каждого футболиста. Мы играем за страну, поэтому... Как бы и за... Ну, как сказать... Ну, национальная сборная что-то можно добавить. Поэтому с Турцией игра будет не исключение. Ничего с Австрией хороший результат будет считаться? Ну, а почему нет? На выезде, я думаю, что любой положительный результат будет для нас. Чтобы и хороший. Удастся избирать последнего места? Как ты думаешь, после последних матчей вот так? Да я не знаю. Я не прогнозист. Мы будем делать все для этого. Будем стараться и выходить, играть оставшиеся игры на положительный результат. Мы этого очень хотим. И я думаю, что мы приложим все усилия, чтобы это сделать. После того гола Александра Гацканова, ворота Грузии, не хочется ли тебе уже составить эту конференцию? Планируешь ли ты забить какой-то мегагол или у тебя надо другой стиль? Знаете, еще есть такие выражения у футболистов, у нападающих, что гол он не пахнет. Поэтому неважно, какой он. Конечно, приятно то, что красивый, но самое главное, он должен перейти за линию. Для меня это важно, чтобы я забивал и команда выигрывала. Это будет самое главное. А так, красивый он, некрасивый, это уже другой вопрос. Если говорить, то в следующем месяце мы будем 4 матча. Хороший шанс догнать Клещенко. Ну, посмотрим. Это тоже дополнительный стимул. Есть у тебя такая цель? Вообще, много срочно. Ну, если я скажу, что ее нету, я, наверное, скажу не очень правду. Ну, конечно, наверное, в глубине души есть такой какой-то азарт, чтобы догнать или там еще забить. Ну, посмотрим. Это футбол и что сейчас загадывать. Хочется, конечно, но посмотрим. Получится, нет, это уже другой вопрос. А есть у нападающих? Вот такой рычажок, когда ты переключаешь, что ты уже после этого начинаешь забивать как автомат? Или все-таки к этому нужно как-то пойти и саму как-то понять, где ты? Ну, не знаю. Лично у меня это все приходит через тренировку уверенности. То есть на тренировках забиваешь какие-то, не знаю, мини-игры у нас есть, там выигрываешь. От этого уверенность в официальной игре забиваешь еще уверенности больше. То есть у нападающих, наверное, это так. Сколько тебе еще осталось до такой полной уверенности в официальных матчах? Я не знаю, я себя сейчас чувствую очень хорошо, поэтому в национальной дивизии забиваю, но сейчас в национальной нужно еще подправить статистику. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!